Допустим, женщина настроилась на личную жизнь, но дальше ничего не меняется. Нужно продолжать любить всех, заботиться обо всех. Даже в возрасте, и тогда дети будут счастливы, все будут счастливы, если ты всегда остаешься женщиной. У нас была передача на центральном телевидении, там такая передача была, что сначала жениться или учиться. И там студенты были и эксперты. Меня посадили в эксперты, там была еще одна женщина, которая возглавляет многодетных матерей России. И она рассказывала, что она никогда не позволяла себе так думать, что сначала учиться, потом жениться. Она сначала думала о семье, вышла замуж, параллельно поступила на учебу, родила ребенка, потом все равно доучилась. И она была всегда очень сильная, она говорит, у меня никогда муж и семья не были на втором месте, но я всегда хотела социальной деятельности. У нее такая природа, хотела социального развития. Но так как был фундамент, у меня на сердце было спокойно, что у меня есть дети, есть муж, я там достаточно вкладывала. Поэтому я и социальной была сильной, потому что у меня был фундамент, дома нужен фундамент. Если женщина без опоры, она как бы работает, развивается, а у нее нет фундамента, у нее нет ни детей, ни семьи, то она... Вот такой дом получается. Легко его сломить куда-то, потому что... Постоянно суета. Не ко-ко-ко, а суета, потому что женщина не успокоенная. Женщина, когда с семьей, с детьми, она успокоенная. У тебя работа есть? Ну, есть. Ну, нет. Разницы нет большая, потому что у тебя уже есть то, что надо. Самое главное. Остальное все зависит от ее желания, потому что работа для женщин это хобби. Хочу, хожу на работу. Некоторые женщины вообще, ну, деловая атмосфера вообще непереносима по природе. Женщина говорит, Олег Геннадьевич, я не могу нигде работать, мне, наверное, не нашла свою природу. Нет, просто тебе это по природе непереносимо. Ты не можешь терпеть, у тебя такая чувствительность, тебе деловые отношения не подходят. Вообще никак. Поэтому работай дома, или вообще не работай. Главное, выйди замуж. Видите, все в это упирается у женщины, это личная жизнь. Теперь некоторые говорят, Олег Геннадьевич, а если не по судьбе выйти замуж? Ну, морковку, представляете, сажают, она такая, чуть вылезла такая. Говорит, а если не по судьбе дальше расти? Ну, какой бред вообще? Ну, как не по судьбе? Зачем тогда ты, в землю-то тебя садили? Солнышко будет, будут поливать, вырастешь морковкой из семечка. Что значит не по судьбе? Или астролог, вот это вообще классно, астролог. Вот сплошной анекдот вообще. Приходит женщина к астрологу, девушка, анекдот. Он смотрит ее карту, говорит, вам жениться не по судьбе. Так ты посмотри, кто перед тобой сидит-то. Если человек родился женщиной, то ему всегда по судьбе. Потому что женщина родилась для семьи, для детей. Зачем ей еще рожаться вообще? Не по судьбе вам, семья, не по судьбе. Здравствуй, с Новым годом. Просто есть трудности у этого человека. Трудности есть просто. Трудности прошла, и замуж вышла, все. А карта показывает только на трудности. Бывают очень большие трудности, ничего страшного. Значит, хорошей женой будет. Сначала потрудится над собой сильно, а потом будет хорошей женой. Так ты вдохнови ее, расти дальше. Допустим, морковка начала расти, и там солнца не хватает, или воды. И островок приходит, говорит, умри просто, дальше тебе не по судьбе расти. Что это за такой помощник? Это есть такие садистские врачебные анекдоты, да? Типа бабушка пришла к врачу, говорит, кончилась моча. Говорит, не мочусь, он говорит, кончилась моча, следующее. Другая приходит, говорит, что-то у меня спина болит. Вот согнитесь, вот так болит, нет. Ну, вот так и ходите, следующее. Так, островок, да? Пришла, я что-то не замужем, не по судьбе, следующее. Ну, это же анекдот просто.